Казань, готова говорить. Можно начинать? Скажите, пожалуйста, у вас что за зона социально-экологического развития с полигоном связано с заводом? У нас хотят построить мусоросжигательный завод практически на весь объем казанского мусора. Жители против. Жители протестуют, выходят на митинги, пишут письма президенту, но нас игнорируют. И в своих публичных выступлениях мэр и нашего города Казани и президент республики Тарстан заявляют о том, что те, кто протестуют, это просто кучка каких-то некомпетентных людей, которые протестуют против всего, которые умники, ничего не предлагают, поскольку альтернативы сжиганию в мире просто нет. И данный подход наших властей удручает население. Население возмущено. И доверие властям падает. На данный момент у нас собрано почти 30 тысяч подписей людей, которые против строительства завода, которые за сортировку и переработку мусора. Мы готовы предложить программу, которая позволит сделать действительно нулевое захоронение без сжигания. Казани, Татарстан готовы быть пилотным регионом для того, чтобы внедрять потом это по всей России, если будет все хорошо. Пожалуйста, выйдите с нами на диалог. У нас есть эксперты, те, которые были в Европе. У нас есть экологи, биологи, врачи, инженеры. Пусть наши... Обращались в местную свою общественную палату. Да, обращались, но там были просто общие слова, что да, пишите, да, все такое. Никаких конкретных действий нет. Обращались в местную свою общественную палату. Попробуем подключать все наши резервы для того, чтобы донести до президента ваше... Спасибо большое. Дело в том, что мы уже писали в общественную палату Российской Федерации, и наши представители были на совещании Совета права человека 30 августа, где было озвучено то, что в том числе были одиночные пикеты в нашем городе в течение 30 дней. Вы присутствовали ответ президента. Он сегодня разбирается с данным вопросом, и не один он, мы ему помогаем. Поэтому ваше мнение было услышано властью. Коллеги!